Добрый день, коллеги! Меня зовут Наталья Розиченко. Я являюсь первым заместительным генеральным директором группы компании ВИС. Мы представляем инвестора на рынке ВИЧП. Соответственно, из тех проектов, которые мы делаем, мы занимаемся транспортом. Соответственно, дороги, мосты, железные дороги, плюс социальные объекты, школы, детские сады, здравоохранение и мусор. Наверное, это те области, по крайней мере, на которых мы пытаемся специализироваться. До этого я работала 8 лет в КПМГ, поэтому у меня снова есть константинговый бэкграунд, и надо все там по ходу презентации это почувствовать. У меня предложение следующее, так как все-таки рынок ВИЧП достаточно уже относительно состоявшийся, потому что ему больше 10 лет, уже есть, наверное, понимание вообще, что такое механизм путешествий, поэтому давайте построим так, если, я сейчас сделаю маленький опрос, чтобы понимать, просто если есть какие-то вопросы или какая-то проблематика, которая интересует именно вас, и с чем-то вы уже сталкивались, то давайте вы будете задавать вопросы, и мы будем просто корректироваться, и вне зависимости от презентации, просто уходить куда-то там, куда-то глубже, куда-то менее, просто чтобы это было наиболее интересно вам и более применительно, хорошо? Так говоримся. А здесь большая часть это представители гос. страны или инвесторов? Не знаю. А кто представляет гос. страны, можно понять, что? Все, поняла, хорошо. И еще маленький вопрос. А все знакомы с механизмом путешествия вообще какие есть, что доступно? Да, да? Нет? Хорошо. Тогда давайте я буду так, я буду рассказывать, если это все знакомо, и все понятно, и нет никаких вопросов, то просто вы будете говорить, мы будем отпускать. Я тогда буду рассказывать какие-то вещи из практики, почему не все так красиво, как говорится в теории, и декларируется. На самом деле, механизм платежей, он для меня, по крайней мере, как для финансиста, он связан те, с какими вещами. Там, да, да, да. Давайте я так попробую вам говорить, если будет не слышно, сейчас перейсит микрофон. С точки зрения механизма платежей вообще, когда мы подходим к выбору, и что говорить? Вот давайте, есть у нас с точки зрения юридической, да, вроде все понятно, у нас есть два закона, которые разграничивают, что мы применяем, это 115, 224, да, банка, в которой мы живем. Вроде бы с точки зрения законодательства понятно, что законодательно у нас предусмотрены разные варианты, да, это, там, плата консидента, есть частичное финансирование различных видов затрат, да, то, что, и, соответственно, по ВЧП чуть, там, может быть, более детализировано в свете того, что есть такое понятие, как целевая и целевая эксплуатация, что мы упрощаем, да, поэтому, с точки зрения юридики, мы первым, что делаем, выбираем, прежде всего, форму, по которой идем, она будет влиять непосредственно на выбор механизмов платежей, но поясню почему, потому что юридическая форма, по сути, да, если бы, там, наверное, сейчас, на практике достаточно просто выбрать, почему 115 или 224, да, там, 115-й, у нас уже есть практика, банки понимают, как это работает, вроде бы, рынок понимает, что это такое, с чем это едят, и все понятно, да, та форма платежей, которую дает 115-й закон, по сути, три, это плата консидента, которая устанавливается в рамках конкурса, это, соответственно, иное возмещение, то есть это минимальный гарантированный доход, человек не говорит вообще, а как ему можно рассчитывать, и что ему можно будет, как-то, в чем проблематика есть, и третье, да, это сбор платы за проезд, ну, допустим, или просто какая-то коммерческая выручка, которая у нас не ограничивается, с точки зрения 224-го, по сути, у нас есть то же самое, да, единственный, наверное, нюанс, который есть, если по 115-му мы реализуем те проекты, которые предполагают свою эксплуатацию, то 224-го надо наводить целевую техническую эксплуатацию, это вот этот вечный спор юристов, там, почему, все-таки, можно ли говорить, что, там, школа, ну, самый мой любимый пример, это школы, это спор с банком на тему того, а вот являются ли эти кружки целевой эксплуатацией, ну, с точки зрения, наверное, такой чистоты, если говорить, там, юридики, наверное, нет, если говорить, что мы хотим что-то, ну, куда-то подкорректировать для того, чтобы это прошло, наверное, да, да, но в вопросе всегда у вас будет механизм платежей и рисков с измерения, поэтому вот 224-го пытаюсь разделить вот эту вот вещь. Второе, что есть, это некая техническая сложность объекта, она будет тоже влиять на выбор механизмов платежей. Почему? Ну, там, первый вопрос, который возникает, это наличие проектно-светной документации. Она есть или нет? Ну, это, грубо говоря, а что она означает? У нас есть какой-то подтвержденный расчет капитальных затрат или его нет? И, соответственно, у нас есть, на самом деле, возможность получить финансирование, либо нет. Почему это влияет на механизм платежения? Потому что, первый раз, у нас не будет справедливой стоимости стройки, это значит, что мы не сможем пойти в банк, это значит, что у нас не закрыт вопрос стоимости вообще в принципе. Да, сейчас просто закидываем идеи, что... Еще то, что накладывает техника, да, о чем надо думать при, там, при детализации. Техника накладывает этапность. Надо ли вообще какую-то этапность в проекте предполагать или не надо? Если надо, соответственно, у нас это повлияет... Работает? Понятно, работает? Я куда-нибудь посмечусь. Если этапность нужно предполагать, то ваша структура сделать необходимый платежей усложниться. Сейчас посмотрим, как. Это тоже надо учитывать. И, естественно, там, ну, наверное, это основное. То есть это юридика, техника и финансы с точки зрения ничего не работает. Говорите. Раз, раз. Давайте я немножко сейчас изменю последовательность. Просто поговорим по поводу, откуда берется вообще механизм платежей, что... Ну, вроде бы все просто, да? Вот механизм платежей – это там та сумма, которая прописывается в соглашении. Соответственно, с точки зрения соглашения... Ну, давайте разделим вообще, что мы пытаемся туда зафиксировать. У нас есть стадия строительства, есть капитальные затраты, да? Для проекта. Пусть будут там 3-бодные стройки. Есть операционные затраты, да? Это то, как выглядит наш проект. Дальше, вот капитальные затраты для нас, вот, когда мы говорим про ПЦП, да, у нас платежи начинаются с какого периода? Мы начинаются после строительства, да, всегда. Ну, там, все понимают. Дальше стоит вопрос, вот почему, что капитальные затраты – это равные чему? Это источник финансирования. Почему мы там говорим, как перекладывать платежи? Это там старший долг с процентами, да, потому что это является нашим источником. Плюс акционерный капитал и доходность на акционерный капитал. Если капитальный грант, то еще? Если капитальный грант, мы отрезаем вот этот курсок, сейчас поговорим. Это самое простое, потому что у вас просто снижается потребность вот этих двух источников. Но эти два источника, они никуда не делаются. У нас нет какой-то другой формы финансирования. У нас есть формы финансирования заемные и собственные капиталы. Все, других нет. Есть еще капитальный грант, если быть честным, у нас есть МДС. А вот эту поправку, которую внесли, она опять тоже источником, на самом деле. Сейчас покажу, какие. Вот это сейчас упрощенная схема. Второе, у нас есть операционные затраты. С ним более понятно, потому что источник операционных затрат мы уже хотим видеть платеж. Да, все согласны? Ну, соответственно, какие затраты у нас еще есть на стадии строительства? Давайте сейчас будем... Вот так, поэлементу мы разберем, а потом мы вернемся к... Что у нас есть еще настройки? Вот мы сказали трафик. Это наши СМР. Проектное заседание сначала у нас, потом... Ну, я говорю внутри. Проэтическое подключение. Да, это феры, это действительно техпес. Да, 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 это здесь. И садаж. Да, это все внутри. Вот это для меня номер один. Это блок. Проценты по старшему блоку. О, отлично. Проценты по старшему блоку. Это то, что обычно забывают. Гарантия. Так, банковские гарантии. Да. Страхование. Страхование. Что еще? СМР еще. Сумно-карты уже с МДС, да? СМР. Давайте МДС отдельно выделим, потому что сейчас расскажу. По источникам, как я закрываюсь, отсюда можно моделировать, как управлять платежом. МДС. Ахр. Ахр. Вот это получается то, что нам нужно покрыть на стадии строительства. Мы пока только строительство делаем. Давайте сейчас немножко первую днюку сказать. Посмотрите, с точки зрения государства мы хотим, что? Вот я социальный блок с заказчиком. Мы всегда хотим, чтобы вот эта вещь у нас была зафиксирована, да? То есть, грубо говоря, вне зависимости. Мы хотим видеть некий стоимость генпорядок, эффективно, да? На три года. Вот ясно, риск инфляции, да, и увеличения. Все сидит у нас здесь. Плюс мы хотим видеть, чтобы риск увеличения сроков строительства, но это тоже лежало. Поэтому первую часть, когда мы говорим, как мы покрываем стройку, да, мы говорим, что вот кайпекс равен нашим источникам финансирования. Вот отсюда появляется, ну, там, здесь было 100 рублей, но, допустим, стало 150, ну, с учетом процентов, да? Вот эти 150 рублей мы хотим как-то размазать. Каким образом вы бы хотели платить и почему инвестору? Вообще, какой вариант есть? Ну, вот только вот эту часть. Здесь есть тело, соответственно, ну, то есть, вот это равно кайпексу полностью, потому что 100 рублей нашли. А вот это доходность. Можете? Что это? Форма бюджетных платежей? Не форма, а именно по графику. Я бы сказала, графику. Как бы вы предложили платить? Почему? Конечно, с внимательной путей. Кайпекс по завершении желательной строительности. У вас есть банк, так как не получится кайпекс по завершению. Вы понимаете, с точки зрения государства, у вас простая логика, вы хотите себе риск убрать, чтобы это было зафиксировано, все понятно, наши подписи от проведения уменились, а второе, чтобы срок был зафиксирован. Соответственно, вы будете рассчитывать вот эту часть инвестиционного платежа, инвестиционную часть, чтобы еще разъяснить, ну, хотели бы, наверное, какими-то равными долями, чтобы, а, было нормально, как надежно, с точки зрения бюджетного процесса, куда было понятно, а, б, на самом деле, вы растягиваете это во времени на количество лет эксплуатации. Пример, то есть, вот эта эксплуатация так, чтобы инвестор получил доходы в конце. Ну, то есть, вы предположите, вот такие равные доли. Вот это то, что вы бы хотели сделать с инвестиционным платежом. Что означает равные доли вот этого, то есть вот такую кусочку, с точки зрения управления проектом, потому что у вас механизм платежей связан неразрывно с рисками, связан неразрывно с бюджетным процессом. Вы, потому что PHP, это его заказ, да, вы не говорите сам, какое мы себя использовали, с какой-нибудь вещей положить, ну, нет технологии. Вы проверяете результат, начать с бон, да, и вам важно закрывать ваши риски. Вы это можете делать не напрямую, да, а посредственно. Соответственно, вот с точки зрения доходности, да, я покажу. Понятно, что у банка свой срок, да, это там не более 15 лет, ну, обычно 10 лет, там, на 10-15. А у акционеров, с точки зрения доходности, очень легко проверяется, когда вы смотрите на доходность акционеров, да, если мы говорим только про акционерную доходность, ну, сколько он получает у него, соответственно, доходность, его акционерный капитал. Допустим, это 15%. Когда вы разбиваете вот так на университет, то вы, если вы укладите, по кусочкам возвращаете капекс, ну, это тело получается, да, и какую-то доходность. У вас с точки зрения, когда вы подбираете вот таким образом платеж, доходность акционер получает только на последний год. Ну, допустим, на слице эксплуатации, у него доходность будет 15% только в последний год. Вот почему так сделано, почему так происходит, почему поступательно? Потому что процент фрейм вы же выплачиваете как бы с тела, ну, пусками. Вот каждый год сколько-то там, какой-то кусочек идёт. И он в конце, это сделано для чего? Для того, чтобы, ну, как бы, тоже держать, грубо говоря, на крючке инвесторов, чтобы, вам же не интересно, чтобы инвестор валился. Вот. Но есть, на самом деле, на рынке и проекты, где, я вам скажу, там, доходность как-то, да, где есть у инвесторов. Такое тоже есть. Да, далеко вопрос структурированных платежей, да, зависит, естественно, что от того, насколько компетентен, естественно, там, публичный партнёр, да, потому что, ну, нет у нас такого. Никто не рассказывает, да, как это и почему. Как связана одна вещь с другим, да. Поэтому, это первый момент. Сейчас. Да. Что происходит у нас дальше с вашей стройкой? по источникам. Ну, вроде бы, может, забрали, что хотели бы равномерно, да, а дальше всё-таки, что есть у нас ещё? Вот мы сказали, что у нас есть вот эта часть, да, капитальные затраты, есть такая. Давайте разберёмся с точки зрения источников, что и какие части закрывает. Потому что это влияет на, это может влиять на механизм платежей, на эти условные части, да. То есть вот эту часть мы можем в 90% реже, там, 100% финансировать за счёт старшего долга. Это старший долг. Это, ну, банк. Потому что у банка есть требования, он хочет финансировать только целевое финансирование. Он хочет финансировать стройку непосредственно, видеть, что он может это контролировать. Вторая часть, которую финансирует банк, это МВС. Может финансировать. Не нужно финансировать. Потому что, смотрите, что происходит. У нас есть, вот у нас, допустим, есть 100 рублей капитальный затрат. Дальше, у нас есть проценты по старшему долгу. Проценты по старшему долгу уплачивают социальные строительства. Они уплачиваются за счёт акционерного займа. Ну, акционерное финансирование. Потому что, в любви, с точки зрения у нас нет. Ну, больше ничего нет. Банковские гарантии. Кто же акционерное финансирование? Банк не будет это финансировать. Страхование. Ситуация аналогичная. Ахаряра. Ситуация аналогичная. В этих исключениях можно договориться с банком на какую-то часть. Проектные изыскации не работают в основном, да? К первым сейчас вернусь. В зависимости от того... Простите, рабочая документация может анонсироваться с банком. А разработка ПСД? Нет. Ну, есть исключительные случаи, но это как бы отдельный кредит. И это не попадает под старший долг. Это немножко другое финансирование. Сейчас расскажу по другим ставкам. И непросто. Интересный момент МДС. Потому что... Зачем нам нужен банк для МДС? Финансирование заемных... Ну, как бы... Точнее, финансирование МДС заемным... Примеченному финансированию нам нужно для того, чтобы иметь возможность совмещать МДС. Ну, сейчас по маркетингу налогового кодекса, да? Если мы финансируем МДС из, допустим, капитального здрава, мы должны восстанавливать его в бюджетно-дравно. А это получается отток. Для того, чтобы источникам стройки... Вот мы сложили, допустим, 100, у нас там 20. Здесь будет 5. Здесь, допустим, тоже 5. Ну, что бы капитал. Сколько будет плюс 5? Так, и МДС какой-нибудь... А, ну, 20. У нас получится ситуация, что, как бы, то, что нам нужно профинансировать тотал, да? 15... Так, 65, 155, да? Вмечается 155. Вот, по идее, у нас... Вот, если возвращаться в эту часть... Вот эту часть. У нас вот эти 150, которые мы посчитали с доходностью... Ну, там, 155 в простоисточниках, плюс какая-то доходность. Она вырастает в потребность, ну, допустим, на 250. Прямо словно. Да? То есть означает, что вот эти 250 у нас бы приложились сюда. Дальше. Но, на самом деле, для того, чтобы оптимизировать... Мы посчитаем из потребности филатирование по периодам возмещения МДС. То есть, соответственно, вот эта штука нам снижает. Если дальше разбирать, вот с точки зрения инвестиционного платежа, да? Мы понимаем, что у нас есть некий анонсет. Дальше. Мы понимаем, что у нас есть структура, которая заложена сюда. У нас есть несколько вариантов дальше, как этим можно управлять. Вот какие вопросы, ну, с точки зрения государства, просто кидает. Что бы вы хотели контролировать с точки зрения стройки? Ну, инвестиционной стадии. Вообще, за что вы бы беспокоились с точки зрения контроля инвестора? Возвращу вопрос, что у стройка закончилась временем. Потому что завершение стройки означает получение дохода, которое является основой для другого опыта дохода. Да, все верно, хорошо. А еще что-то нас интересует? Наличие средств. Да. А с точки зрения механизма платежей? То, что вы не сможете. У вас есть несколько частей финансовых. Вот первый механизм платежей, он лежит на поверхности. Ну, вы можете в деньгах его оценить. Есть компенсация, допустим, при расторжении, которая добавляется сверху. Вы не видите ее с точки зрения денег. Ну, вот полностью. Правда, она не полностью понятна. Есть еще дополнительные, как особые обстоятельства, которые тоже накладываются, на которые вы не можете посчитать. Вы не можете сказать 100, плюс 20, плюс 30. Вот мои обязательства. Нет, так не работает. Соответственно, с точки зрения вот этой истории, что бы хотелось бы контролировать? С одной стороны, вам действительно нужен контроль качества, сроков и цены. С другой стороны, как вы это делаете? Вы видите, что делаете через штрафы. У вас второй механизм – это штрафные санкции, которые накладываются в консультационные соглашения. Соответственно, механизм платежей балансируется штрафами, которые прописываются. И которые вы можете использовать как некий рычаг в математском. С точки зрения механизм платежей, у нас есть вот эта часть, которую мы фиксируем. Мы не можем трогать, и мы не можем на самом деле трогать еще заемное финансирование. Потому что, если мы попробуем наложить какие-то вещи на заемное финансирование, мы не сможем в конечном итоге привлечь банк. Потому что банку история про то, что он разделяет какие-то риски с инвестором, ну не так. Он никаких рисков на сегодняшний день не берет. Поэтому иногда выделяются разные элементы платежей для того, чтобы иметь возможность управлять. Вот мы, допустим, выбрали заемное финансирование, разделили по источнику. Мы говорим, что вот эта часть, пусть она относится банком. Вот эту часть мы не трогаем. Мы говорим, что ну хорошо, пусть это будет некий фиксированный часть инвестиционного платежа, который мы платим. Сейчас посмотрим еще когда нужно платить. Который не подтвергается штрафом. Банк спокоен, вы полностью как бы сняли два вопроса банка. Дальше, для второго вопроса. У вас есть акционерная часть. Вы говорите, ну вот с этой части, так как вы рефекторы, это ваша проблема, я буду снижать, ну выделять какую-то часть. Вы через структуру платежа, понимая, что внутри, можете управлять процессом вообще, как и что делать. И отсюда возникает вопрос всегда, второе, которое возникает, да, это, что делать, ну допустим, если у нас стройка сдвинуть. Стройка сдвинуться может как по причинам, не знаю, особых обстоятельств, допустим. Ну то есть, может быть никто не виноват, может быть не виноват ни концессионер, ни концидент. Но вот так произошло, да, почему-то, какой-то космажор, не знаю, как в 7-8. Сейчас достраиваю дорогу, нашли монету железного века. Такое тоже бывает. Там бедный проект до начала нашли ладью в 18 веке. Вот все время что-то случается. Никто не виноват, но что это для банков, с точки зрения банка, да, как у вас связан механизм платежей с банком. Но банк это все равно что происходит. Он говорит, ну слушайте, конечно, все прекрасно, мне вроде все нравится, но на кредитный комитет-то идти мне, не вам, объяснять, что нужно резервировать, что у вас там опять что-то понехало. Надоели вы мне уже. Вот приблизительно такая будет трактовка банка. Не хочу. Поэтому иногда, как некий компромисс для того, чтобы с банком договориться, фиксируются разные даты выплаты инвестиционного платежа, и он разделяется. Потому что нагрузить проект дополнительными затратами с точки зрения финансирования, кто не хочет, иметь возможность разделения этих дат, возможно. Все зависит от той ситуации, в которой вы находитесь. Хотите выйти на эту уступку или не хотите, да? Но это позволяет снизить вот этот прессинг от банка, чтобы он не запускал дополнительные механизмы по тому, что он будет делать. Потому что у банка все четко прописано. Если не выплата в срок, соответственно, он может иметь возможность запустить акцилидацию долга. Это никому не нужно. И дальше запускать дальнейший механизм, как с этим разбираться. Поэтому есть такие возможности. С точки зрения операционного платежа, с инвестиционным платежом, второй вопрос, который встает, точнее, это периодичность выплаты. Вот с какой периодичностью вы бы выплачивали инвестиционный платеж? Вот как вы определите? Инвестиционный? Да, инвестиционный. Но пока про он вообще еще не трогаем. Квартал. Сейчас это стадия про это. А почему квартал? Почему? Почему квартал? Раз в год. Легче? Раз в год. Раз в год. Легче, это хорошо. Ну не совсем так. Ну а не стало лучше квартал. Ну а не стало лучше квартал. Ну да есть линии. Давайте посмотрите, что происходит. Вот у нас есть вот это год. Значит, 24 квартала. Первый, второй, третий, четвертый. Давайте смотреть вообще, как подходить, когда выплачивать. Значит, если мы выплачиваем каждый квартал. Мы каждый квартал выплачиваем какие затраты? Капитальные. Нет, мы же, подождите, внесли платеж, мы начинаем выплачивать когда? С эксплуатацией. Капитальные затраты мы уже оплатили, мы уже построили, объект ведет. Процент. Процент банка. И инвестор. Чуть-чуть. Акционер лучше. Да. Проценты по акционерам займут. Вот это выплачиваем каждый квартал. Смотрите, что происходит? Вот мы в банк отодвинуть. Ну и проценты, на самом деле, по акционерам. Ну а сейчас будем. Процент на банку отодвинуть. Сказать, что мы будем платить раз в год, но не вариант, да? Соответственно, что происходит, если мы платим платеж вот здесь? Это означает, что с точки зрения потребностей финансирования, у нас была потребность финансирования на сайте сроки. Мы ее сформировали. Но мы дополнительно себе на целый год, как минимум, у нас потребность финансирования будет сумма процентов банка. Ну, на самом деле, кроме процентов банка, потому что забыли, так как это уже стадия эксплуатации, это плюс выплата тела долга. Делаем кусочками, мы тоже начнем платить. И вот это означает, в зависимости от суммы по проекту, это означает, что вот этот кусок у просит инвесторов профинатировать оборотным капиталом. У вас будет потребность вот в этих деньгах каждый год. Это минимум, да? А это означает, куда это ложится, за счет чего. Это может быть профинатировано А. Вариант А. Дополнительный кредит. И так как он будет оборотный, он будет дороже, чем старший долг. Он не попадет в... Да? Вариант Б. Кредит акционера. Ну, наверное, еще хуже, потому что деньги акционеров дороже. В общем, в конце года накопительный долг можно заголовнять. Да, да. Давайте вы просто, чтобы понимали, к чему приходит вообще... Что? Действительно можно чем-то управлять. Я согласна. Надо понимать, во что это выливается. В плохую солью. И не дай бог вы приведете к тому, что никто же не хочет дефолта проекта. Это не нужно ни консессионеру, ни к инциденту. Да? Поэтому дополнительные пиги рассматривать не надо. С точки зрения акционерного займа. Допустим, ну, по проценту. Если инвестор готов ждать. Допустим. Это приведет к чему? Он будет ждать. У вас есть там 50 рублей. Вы должны были в следующую привычку выплатить 10. Вы будете это писать, чтобы вы зарегистрировались сюда. Да, вы же не скажете, что деньги инвестор, они бесплатные. Он может там пойти, положить в банк, заработать какой-то доход. Если вы говорите, да я тут подожди, вот через год я тебе там заплачу сколько? Поэтому вот это приведет ситуацию тоже к увеличению просто потребности. Да? Поэтому почему тут выплачивается ежеквартально? Да? Вот из-за того, чтобы минимизировать просто потребность в финансировании проекта. Ну, это пока просто. Пока мы года не перешли. Вот. Вот с этим мы вот так вот. Что иногда еще бывает? Давайте приведу пример. Мы когда структурирули скатку, немножко заморочились. Но у нас были разные инвесторы, мы решили пережать. Это тоже не очень хорошо. Что мы делали? Мы решили попрактиковаться на инвесторе. Сейчас расскажу тоже головную боль. Потому что у нас был там первый проект, когда там пришел инвестор. У нас была идеология следующая. Что было важно с точки зрения консидента? Для консидента было важно то же самое. Как выдавать стоимость стройки, а второй еще ремонт. Вот потому что у нас там большой срок эксплуатации. Для нас было важно, чтобы консессионер ремонтировал в сроки объект. И мы придумали хорошую концепцию. Вот в теории было вообще все хорошо. Мы придумали, что, ну вот, значит, так как мы должны ремонтировать, мы сюда и сюда добавили еще один вид затрата. Это ремонт. Как ремонт? Как ремонт? Как ремонт, последний ремонт, которые большие. Текущий ремонт, да. Потому что он идет вот здесь. Вот, конечно, мы его прибавили. Но мы решили тоже. Мы же не прибавили, просто сто рублей в каком-то году. Это же будет высый пик. Ну, нехорошо. И по счету города через несколько. Мы решили взять везде на счет ремонта. Мы сделали все правильно. Мы сделали новый ремонт. Который что делает с точки зрения вообще ремонта? Он делает следующую вещь. У вас есть эксплуатация. У нас ремонт возникает, допустим, в этом году. Он вот так возникает. И дальше там, не знаю, еще какое-то такое. Нам нужно иметь достаточно большую сумму денег. Ее надо какую-то выложить. С источников у нас их, ну, нет. У меня есть платежи, этого ремонта не допадут. Соответственно, что сделать? Сделать резервный счет на ремонт, который распределяет другую сумму. В 80-й год нам нужно провести ремонт. Мы, значит, в течение 5-6 лет какими-то долями, обычно такое распределение, копим. Просто копим на счет этих денег. Мы так и заложили. Мы заложили туда платеж и какие-то моменты. Ну и решили, что у нас была логика следующая. Мы решили поподравить на сроке. Значит, у нас было две вещи. У нас была, значит, мы решили так. Мы решили, что концессионер получает ежеквартальный, вот каждый квартал, платежи инвестиционные, которые касаются долга, обслуживания долга. И третий квартал, четвертый квартал. И в четвертом квартале, вот здесь мы платим кусочек X там, а здесь мы платим Y, мы платим инвестиционный кусок платежа, который относится к собственному капиталу. Ну, мы как это рассуждаем? Мы рассуждаем очень просто. Мы рассуждаем, что пусть человек работает и дальше он заработает. Значит, к чему это привело на практике? Вот очень прекрасная формула, все основное. Привело к паблице. Ну, представьте, у вас есть инвестиционный платеж. Вы говорите, у меня есть две части, есть какая-то неуменьшаемая банковская. А есть уменьшаемый инвестор. Там у нас появился А часть и В часть. Значит, с точки зрения, что происходит дальше. Как мы хотим контролировать. А дальше, а как будет это запишется в соглашении? В соглашении у вас будут таблицы по годам. Первый будет эксплуатация, второй, третий, четвертый, пятый, да? Ну и так далее. Здесь будет элемент А, здесь будет элемент В. Как мы его запишем? В каком виде? Процент. Процент. Отлично. Мы так и писали процентами. Какой-то процентный секс или секрет получился. Вот что происходит дальше? Дальше начинается реальность. Начинается практика. Вот этот процентаж привязан очень сильно к той структуре по сути. К той структуре затрат. Тому, как мы финансируем. Вот не дай Бог, мы изменимся. Здесь будет 85. Или здесь поменяется что-то. Или даже если все остается по-прежнему, но меняется просто в периодах. Мы привлекли, допустим, классные финансируем чуть попозже. Это означает, что у вас вот эта вся таблица, она едет. И что делать с точки зрения и консессионера, с точки зрения получения вот этих платежей, если вы не пропишете формулировку, что вы можете перераспределять? Непонятно. Поэтому, с одной стороны, вот когда вы там смотрите, механизм платежей – это управление действительно проектом. И вы можете через это управлять. Но просто вот когда прописываете что-то жесткое, понимаете, что вы себя поставите в ситуацию… Либо так, если вы хотите продолжать. Либо просто вот… Да, это должно управляться. Но тогда появляется уже человеческий фактор, появляется дискуссия. Как этим управлять? А если формула, то не нужно чем управлять? Смарт-контракт? Нет? Нет? Слишком просто? Да нет, формула приводит. Смотрите, давайте вот с точки зрения… Хорошо, вот по поводу форму нас спросили. Давайте сюда другой вопрос. Вот мы вообще выплачиваем… Ну, здесь как раз в регионе сидят, да? Можно сказать, вы в какой форме выплачиваете платеж? На что? Субсидия. А субсидия какая? На умещение. А какая у вас субсидия? У нас есть субсидия. Эксплуатационные издания. Посмотрите, у нас есть, на самом деле, с точки зрения бюджетного законодательства, это же там третья сторона, где мы зажаты. У нас есть два вида субсидий. Если мы говорим, как бы там… Ну и вообще, во-первых, есть бюджетные инвестиции, но это там как к гранту может принять отношение. На стадии эксплуатации у нас есть 10 субсидий. Субсидия на расходы, на возмещение расходов, и субсидия на недополученную выручку. Все. У нас как бы с точки зрения бюджета другой формы выплаты нет. Что означает субсидия на расходы? Вот ваша формула, да? Вы спрашиваете, ну формула же есть, ну прекрасно. Субсидия на расходы означает, что для того, чтобы вам получить даже вот эту часть, неважно какую, вам нужно принести расходы, вам нужно принести контракт, вам нужно принести платежки, и все, что там написано, соответственно, регион будет оплачивать. Но в том размере, в том кэпе, лимите, который прописан в соглашении. Вот второй вопрос, который возникает, а как управлять контрактом? Вот для меня, допустим, вот самое страшное, когда мы находимся в приговорах с регионом, это установить на самом деле верхнюю планку. Потому что то, что я могу формулами как-то корректировать, меня не пугает. И корректировать вниз. Меня пугает, если нужна корректировка вверх. Потому что корректировка вверх – это существенное условие. Независимо из того, что не буду рассказывать порочную практику, можно поменять, но не нужно лучше с этим экспериментировать. Сложно, неприятно и стрессово. То есть корректировка вниз нормальная. Не дай бог у вас будет корректировка вверх. Вы будете зажаты в условиях, что вам нужно будет согласовывать это с фасом. А дальше вы придете к фасу, фас покажет. У меня есть закон, у меня есть три причины, почему я могу согласовать. Поверьте, вы на нее не попадете. Потому что там изменит законодательство, еще две, которые тоже не подойдут. И вы просто окажетесь с контрактом. И вроде бы и вы хотите, и инвестор хочет. Это бывают такие ситуации. Но ничего сделать не можете. Вы просто зажаты в тех рамках юридики, которые на сегодняшний день есть. Поэтому лучше действительно иметь возможность все-таки какие-то себе рамки и оставлять какую-то гибкость. Потому что вот эти дополнительные вещи, они просто очень сильно потом зарегулированность приводят к тому, что вы не знаете, что будет через 10 лет. Через 10 лет вам нужно будет что-то поменять. И вы хотите, и инвестор не против, но нужно иметь инструмент. Самое сложное в ВЧП – это в контракте. Потому что вы в контракте запасываете логику того, как вы будете действовать. Давайте я там, чтобы не справедливости ранее, приведу пример по поводу субсидии, если на недополученную выручку, если мы ее применяем. Во-первых, сложно ее прописать с точки зрения юридики, чтобы ее потом не переграфицировать субсидию на расходы. Это сложно. Ну, допустим, мы справились с этой задачей. И действительно у вас по логике тогда это действует по-другому. У вас получается некий разрыв между структурой затрат и вашей выручкой. У вас есть формула, по которой вы рассчитываете. Вы можете спорить с концидентом на тему расчета, самого расчета, но вы не привязываетесь к этому. На практике я не видела такого. Единственный пример, который повезло федеральным концессиям. Когда у вас есть ГК «Автодор», он является некой прослойкой. У него нет субсидий по расходам, доходам. Мы определили, как, и это прекрасно работает. Поэтому федеральные проекты относительно хороши, но, к сожалению, к регионам применить это нельзя. У нас, как бы, в регионах нет такой прослойки. У нас все будет немножко по-другому происходить. И здесь есть нюансы. Есть нюансы, что можно закрывать там в качестве, не знаю, капитального гранта. То есть какие расходы. Это тоже, да? Потому что вопросы возникают. Можно ли оплачивать PSD? Нельзя оплачивать PSD. Лучше не рисковать. Это связано с инвестиционным платежом. Если возвращаться к сходу. Что у нас происходит с отдексом? С отдексом, наверное, чуть проще, чуть сложнее. Здесь есть разные варианты. Значит, в операционных затратах у нас есть условно фиксирование в опексе. Вообще, в опексе очень интересная вещь. В обсуждении с регионом. Особенно, когда доводишь на стадии эксплуатации, тебе реально приходится от себя отчитываться. Доказать, что у тебя количество людей, которые работают, оно правильное. И вход у тебя правильный, и почему ты платишь, это сложно. Тогда коллеги принимают. Это очень интересный процесс. Увлекательный. Считать количество данных машин. Разно. Что с точки зрения опекса? Смотрите. Дальше. Вот у нас опекс связан со следующим элементом соглашения. Это пепами. Вот это техническое пепо. Вот у нас есть техника, принциповый показатель. Для того, чтобы у нас был предмет соглашения, то есть объект, нам его надо определить. Это очень сложно. Правда. А в социальной, если в дороге чуть проще, все, что касается школ, садиков, поликлиник, больниц и культурных объектов, сложно. Сложно почему? Объясню. Потому что у вас вот эта часть, соответственно, и платежную вот эту часть, он будет неразрывно связан с тем, что вы определили в качестве объекта и тэпов. Что это такое? А дальше, вот смотрите, очень интересно из практики. Есть, допустим, давайте возьмем здравоохранение, потому что там много всякого прекрасного. Есть главврач. У нас всегда есть Минздрав. У главврача есть понимание по оборудованию, что он хочет. Есть понимание, что... У Минздрава тоже есть какое-то свое понимание. Допустим, обычно оно не сходится, но не страшно. Это не самое страшное. А дальше происходит что? Когда ты берешь, и тебе нужно какое-то некое для тэпов фунтезе, потому что что означает подрекость. Вот у тебя есть на сегодняшний день с обладательством огромное количество снипов, которые на самом деле за инвестора, за концидентами говорят, а что ты должен там ввести. Не знаю, в школах входит до того, что мелкие мы покупали, и всякие велосипеды, и еще куча всего. И это был сюрприз на самом деле, что оказывается нужно, чтобы входило. Поэтому все вот это влияет на вот эту часть, на то, как мы будем еще ее прописывать, и потом этим управлять. Поэтому с точки зрения тэпов то же самое оказывается по здравоохранению. У тебя есть нипы, которые определяют количество помещений, какое должно быть оборудование, как. И насколько вы детально это пропишете, настолько вы сможете определить ваш эксплуатационный платеж. Что происходит в эксплуатационном платеже? Есть тоже несколько элементов. Есть фиксированная часть. Допустим, есть ремонт. Вот сейчас мы там заговорили о ремонтах. Есть еще налоги. Которые тоже был вопрос, что мы с ними делаем. Здесь НДС у нас есть. Ну и здесь мы уже этот НДС как бы теряем, мы его не делим. Ну там здравоохранение чуть сложнее, потому что у нас есть вообще без НДС. И, соответственно, с точки зрения тэпов мы тоже можем определить периодичность выплаты. Хотим или нет. Мы также можем сказать, что у нас есть некий вопрос графика выплаты того или иного элемента. Мы сказали, что у нас есть фиксированный ОПЕКС. Есть какой-то перемен, наверное. Есть ремонты. И есть налоги. Ну и ответственно кратко, да? Что мы когда хотим платить с точки зрения концидента? А здесь предпочтение. Как мы будем выплачивать с точки зрения графика наши операционные платежи? И если мы говорили об инвестиционном, то у нас инвестиционный платеж как бы мы равными долями. Что мы делаем с ОПЕКСом? Мы не можем с ОПЕКСом делать то же самое. Мы ОПЕКС будем прогнозировать, как есть. Вот у нас есть, допустим, ОПЕКС. Ну пусть он будет долгой, например. Вот таким бывает, но пусть будет долгой. Вот это наш ОПЕКС. Мы добавляем инфляцию, потому что здесь мы не можем приложить ее. Соответственно, у нас ОПЕКС, конечно, будет такой. Как мы его будем платить? Какие есть идеи? Конциденту еще не хочет платить. Возвращение не платить. Возвращение не платить. Возвращение не платить, да, это прекрасно. А как с точки зрения графика? Мы не говорим платить, не платить. Сейчас посмотрим, что может еще... Мы пока разбираем по сути платы концидента. Сейчас все платежи. Вообще, что с ним делать? Вот мы как бы... Что сделали? Мы ремонт выделили. Мы сказали, что ремонт мы платим раз в полгода. На 3 квартала мы платим ремонт. Мы сделали так. Мы выделили вот этот штук. И сказали, что хорошо, мы платим часть ежемесячного, часть ежеквартарного, часть полугодового. Вот прекрасно. Мы так заложили. Только пришел инвестор и говорит, что это же не существенные условия. Я поменяла это. Мы ничего не смогли сделать. Будем так же платить. Вопрос другой, что с точки зрения регионов субсидий мы все равно не сможем заплатить. Мы не сможем заплатить больше, чем реально потрачено. Вот это да. Но вопрос возникает. Если то же самое делать с операционными затратами и, как правило, с операционными затратами все равно есть некий лаг в регионе, когда не платится. Но есть бюджетный процесс, есть там согласование. И все равно приходится лаг. Все равно у нас оборотный капитал на вот эти вещи он образуется. Ну, ты хочешь или не хочешь, это вот жизнь. У вас существует? Да, риск 100%. У нас да. Это действительно. Поэтому с точки зрения механизмов платежей надо понимать логику внутренности. И это действительно существенно для того, чтобы понимать, что происходит. Если посмотреть на количество проектов, мы видим, что риск спроса, вы говорите, хорошо бы было, чтобы опекса не было. Ну, хорошо, но у нас, к сожалению, общественная инфраструктура на сегодняшний день не генеет коммерческую выручку. Давайте посмотрим. Нам единственный проект, наверное, который с риском спроса, это Кутузовский проспект. Это проект лидера. И то, там риск спроса на них, но при этом вся придорожная инфраструктура, она находится у концессионера. Консессионер, то есть сам воспоряжается, получает доход и использует этот доход. Дальше. Вот с точки зрения платы концидента, ну, если у нас плата концидента, мы все покрываем, все достаточно просто. Сложности начинаются с точки зрения именно техники. Когда мы используем механизм минимально гарантированной доходности, которая в теории простая, да, все понимают, что это такое. Она говорит, что у нас есть, в теории вообще классно, есть какая-то доходность. Ну, допустим, мы договорились с инвестором, что у нас выручка вот такая. Значит, есть какая-то планка. Вот если, значит, вот об этой планке мы договорились. Вот это наш прогноз, ну, вот это наша выручка. Вот это заоплачиваемое, вот это делим. Теория так. Вот прекрасно. И, в принципе, большинство проектов сейчас тяготеет к этой модели. Дальше давайте смотреть на технику. Вот для меня МГД, ну, и для регионов он чувствительная. Чувствительная тема. И для инвесторов чувствительная тема. Почему? Значит, вопрос номер один, который возникает. Вот это, значит, ладно, прогноз выручки. Допустим, фактически, сколько мы получили выручки, там мы вычитаем из того плана, который установили. А дальше вопрос, а когда мы вычитаем, когда мы ее получили? Давайте посмотрим на графике. Ну, а что происходит? У нас есть год. Вот это, ну, в рамках одного года. Мы собираем выручку. Четыре квартала. Она приходит в каждый квартал. Мы когда будем выплачивать? Вообще, когда выплачивать? Мы говорим в квартале, но когда? В начале, в конце как? Следующая запрещающая. Что в прохождении архитрической загадки? То есть мы себе берем обороты капитала на квартал. Хорошо. Мы выплатили во второй квартал, мы выплатили. Мы, значит, что будем делать? Ну, получается, вот здесь мы знаем, что? Мы знаем свои затраты, которые принесли за квартал. Мы приносим, допустим, за... Ну, пусть будет 5, да, больше в ней будет 5 лет. Да? Вам. К рецидентам. Сказали, смотри, у меня есть затрат на 100 рублей. Пускай все здорово, умножаем ГД. А сколько ты получил выручки? Мы будем узнать, сколько мы получили выручки. Ну, можно здесь. Это хороший вариант. А можно здесь. Потому что есть лаг по тому приходу денег. И дальше начинаются вот эти все прекрасные, как бы, дьяволы детали. Вот вроде бы уже все это хорошее. На практике попробуйте. Даже с точки зрения региона. Бедный Минэк или бедный Минфин, который будет сидеть и говорить, слушайте, а где вообще, как я посчитаю это, что? Как корректировать? Поэтому вот эти вещи, они становятся очень важными и критичными. Когда сроки... Вот вроде бы это техника. Но вот эта техника, она делает как бы готовому возможность. Либо тебе нормально существовать, существует денег эксплуатации, лежите в оборотку. И не придумывать какие-то варианты вообще, что с этим делать. И не приноситься. Знаете, значит, другой вариант. Что делает концессионер или что делает невеста? Ну, конечно, я посмотрю на вот это, посмотрю, как мне выплачивать, посмотрю на реальность и скажу следующее. Давайте тогда сделаем особое обстоятельство. Потому что если мы там ограничиваем операционные расходы, если я не понимаю, какой я график платежей в реальности, методы иметь возможность какую-то корректировку вносить, может быть, я ей воспользуюсь, может быть, я не воспользуюсь. Вот на практике я вижу, что мы не очень пользуемся, потому что это реально сложно, даже если ты пропишешь. Почему сложно? Потому что, опять же, мы возвращаемся. Это субсидия. Что значит субсидия? Для того, чтобы подтвердить вам же, что у меня есть какие-то затраты, мне технически надо выделить, подписать отдельный договор на критик акционеров, сказать, что я вот этим кусочком вносим именно вот эти затраты дополнительные. Вот поверьте, на практике все это не очень здорово. И все это не очень весело, потому что у тебя там, когда есть какие-то подрядчики, кому-то тебе надо платить, никого не интересует вообще, что у тебя происходит там с регионом, вы разбираетесь, вы не разбираетесь, как платят, ну всем все равно. Поэтому здесь проблематики есть. С точки зрения, будете корректировать квартал или будете корректировать по концу года. И когда у вас реально появится та цифра, которую можно будет, ну чтобы не мучиться корректировками. Нет, можно прописать каждый квартал, мучиться корректировками вот этого квартала. Или можно собирать весь год. Второе, как бюджетировать, всегда вопрос, потому что все полнуют вопрос, но это же бюджетные деньги, нам нужно забюджетировать. Это мы забюджетируем 100 рублей, а вам выплатим 50. Вроде бы нехорошо, но никто не хочет. Но реальность, к сожалению, такова, что здесь палка о двух концах. Либо у тебя будет недофилансированный проект, либо у тебя будет какой-то запас в бюджете. И вот сейчас это реальность, которая есть. Если посмотреть западный скоростной диаметр, наверное, это хороший проект и хороший пример с точки зрения, что может. Мы говорим, что может многое пойти не так. Есть западный скоростной диаметр, дорога вокруг Дессербурга. Там на удивление для России и даже для мира, потому что есть случаи отрицательные, когда прогноз трафика оказался меньше, чем фактический. И до следующего года должны выйти на окупаемость. Там у вас Санкт-Петербург западывает. Вы действительно можете посмотреть в бюджете. Это строчка на ЗСД и выплат прогнозная от той потребности, которая нужна. Это делается. Но вопросы всегда, в какой период вы должны заложить, они возникают. Они понятны. Они технические, но они еще важные. Да, без этого вы даже никуда не поедете. Если вы это не решите, как это будет технически работать, но это не сработает в регионе, это сработает с точки зрения концессионеров. Хотя раньше я на это мало обращала внимание с точки зрения консультата, потому что вы просто на практике не всталкиваешься с этим. У тебя нет понимания, что главное количество, наверное, вещей, которые в разрыве. Это так же, как ты строишь, на самом деле не имея все документы, которые есть. Российская реальность такова. Вы спрашивали еще о хорошем вопросе по СД. Так, как закладывать? Как это было? Опекс, не опекс? И если все-таки мы закладываем при выплаченном ходе, если мы переплатили, что-то, 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 мы должны этот зачеркнуть? Корректировку, да. Если переплатили, да. Закладывать? Это мы существенно уставляем. Мы сколько угодно можем зарегулировать. Вопрос, наверное, все, как вы пропишете. Есть, ну вот, давайте так. Допустим, хоть бы у нас 10 лет служим. Экспонанс, точнее, 10 лет. Допустим, у нас за 10 лет платеж составляет общий полторы тысячи. Вот если мы можем что делать? Мы можем менять график внутри, если пропишем соглашение, и останемся в рамках вот этой суммы. Тогда внутри графика будет, ну, как бы, он, вы можете менять и будет меняться полиция. Понятно, если эта сумма поменяется. Дальше. Если эта сумма меняется, в зависимости от того, почему она меняется. У вас поменяется с точки зрения того, что вы можете заплатить, может только по одному обстоятельству. Только особое обстоятельство. Это только единственный механизм. Почему вот это? Нет, ну, два. Первое – это особое обстоятельство. Второе – это ПЗ. Сейчас покажу, почему нет. Первое – особое обстоятельство, потому что вам нужен факт и признание фактом региона, что особое обстоятельство было, что имеет место дропрасходы. Если этого нет, вы эту сумму не увеличите. Ну, а как? Это сущий условие, по сути. Вы можете иметь график, да, и потому что график можно захватывать, что это сущий условие. Ну, а сумма – это проблема. Второе – как можно, значит, вот менять вверх эту сумму – проблема, даже когда вы прописываем, говорите, вот нас… То есть если инвестор в сопиксов совсем не попал, и нет никаких разговоров с точки зрения особых обстоятельств, или второе – до просходов, которые прописываются, ну, по сути тоже работает как особый обстоятельство, просто зависит от того, в рамках какого закона мы живем, 115 или 124, там немножко есть разница как описание там. Ну, по сути, метод только один. Дальше – это вариации на тему, я бы сказала, а не… Вот. Второе, что возникает, ну, почему может поменяться, она может поменяться, когда у вас в рамках соглашения предусмотрена разработка PSD. Тогда у вас получается ситуация следующая, то есть у вас есть коммерческое закрытие, да, кондиционное соглашение. Дальше – у вас есть разработка PSD, где-то он заканчивается. Дальше, допустим, вот здесь у вас финансовое закрытие. Что происходит с точки зрения техники? В кондиционных соглашениях мы фиксируем, естественно, какую-то стоимость сводных смертных расчетов. У вас есть. Ну, мы посчитали, допустим, это сто рублей. Значит, с точки зрения техники. У меня нет проблем с точки зрения финансиста или юриста приписать формулу. В заключении, я пропишу формулу, которая меня будет корректировать в зависимости от расстоянности, я скажу, вы знаете дату? У меня происходит госэкспертиза, да? Я получил, я знаю точно, сколько стоит. И получаю 120 рублей. Вот если получилось 120 рублей, и у меня даже есть формула, которая меняет эффект, это будет все равно проблемой поменять. Это будет проблемой для региона понять все равно. То есть мы вроде бы в легитимной плоскости с точки зрения структуры и механизма, но я не верю, что это на практике будет работать. И никто не испугается, что они скажут, и где мы вообще можем поспорить, что с этим делать. То есть если поменяется вниз, я не вижу проблем. То есть мы все корректируем, все работает. И это не с точки зрения, работает ли вообще с точки зрения юридики и финансов. А это даже лежит с точки зрения, вот у нас сейчас есть, мы говорим о рисках. У нас есть риск того, что мы сегодняшний день не очень понимаем, как бы как работает там проведающий орган. Что они проверят, что не проверят. Ну кто-то захочет перестраховаться. Спорят о том, сущный суд, что можно пригласить юристов и послушать разные мнения. Есть тоже разные мнения. Как это? Правильно, неправильно, можно, не можно. Вроде бы можно, но вот так вот. Поэтому вот в этой ситуации я не вижу как бы, ну то есть мы прописываем разрешение как, мы прописываем формулы можно делать так, формулы позволяют. Мы прописываем всегда право консидента расторгнуться, если с вами вас не устраивает. Потому что вот отвечая на ваш вопрос, есть ли 100% решение вот этому? Нет. Была ли практика? Нет. Была ли практика по особым обстоятельствам? Или была практика? На самом деле, есть одна практика, она не полностью как бы с этой темой связана, была связана последовательно на ЦКАЗе. На ЦКАЗе такое случилось. Когда там нашли котлован огромный и поняли, что там вообще-то еще ПСД не полностью заложено. Но это произошло на этапе конкурса. Это было исправлено через постановление правительства за дополнительные, вводом дополнительного платежа. Да. Вопрос просто, когда вы живете в рамках уже какой-то конструкции, и потом говорить... То есть, я уверяю вас, что даже если юридически мы принесем заключение юристов, скажем, это все можно все делать, что кто-то в регионе из именно органов власти не испугается, у меня понимание, что это так не будет, не будет гладко. Просто есть, наверное, те вещи, которые условно формальные и правильные, а есть психология. И там, хочешь не хочешь, но с ней надо считаться. Не надо сказать, что мы все забыли и все любят. Наталья Владимировна, у нас есть вопрос. А вот когда государство, когда регуляция выступает, в части, допустим, может сам вы изменяете, когда... А с точки зрения, ну, когда... Если что будет, если РТС поменяется или налога поменяется, вот, как правило, это прописывается в особых веб-сайтах. Прописывается, как возможность консессионера понести дополнительные расходы и консиденту их компенсировать. Но потому что по-другому... нет возможности консессионера влиять на регулятора. Закусим, как было по НДС, потому что мы оказались в этой ситуации. Могу же сказать пример, что на практике произошло. Потому что мы строили Хабаровск, ну, строим сейчас. И на Хабаровске на тот момент наструктурировались линии кредитов по НДС от финансирующей организации. У нас, соответственно, был кредит, который мы... И мы возмещали НДС и использовали это для источника строительства. Потому что на эту сумму мы, естественно, снизили платеж. Дальше. Когда произошло изменение правки, ну, правка принеслась, банк сказал, ну, как бы, все прекрасно, я не вижу источника, и я закрываю кредитную линию. А дальше, как бы, что? У тебя с точки зрения, вот, юридики, в какой ситуации ты оказываешься? Хорошо, как бы, если у тебя... Ты заключил... То есть ты можешь подать особое обстоятельство. Зафиксировать его. Но стройку финансировать надо, надо. Допросходы вести надо, надо. Что мы делали? Мы просто искали способ для того, чтобы каким-то образом иметь возможность либо компенсировать и строить дальше, вкладывая свои деньги или что-то, либо там, либо мы построили схему финансирования через авансы. Ну, да, там, что-то и как-то, чтобы перекантоваться в период. Особое обстоятельство, как бы, хорошая тема, но она, как теория. Как бы, юристы говорят, да не волнуйся, вот, есть особое обстоятельство. Фенатист, для меня это проблема. Почему? Потому что, а, особое обстоятельство, ты подашь факт, договоришься, допустим, с регионом, он тебе его зафиксирует. Дальше ты будешь войдешь в спор по размеру. Дальше вопрос выплаты. Ну, у тебя, хочешь, не хочешь, есть бюджетный период. Не во всех каниклонах есть, там, какой-то резерв денег, который, вот, давай, конституционер, я тебя сейчас выплачу. Ну, нет. А дальше у тебя просто простая вопрос к инвестору. Ты хочешь построить в сроку и там, выполнить свои обязательства, либо ты будешь ждать, пока у тебя там копятся еще затраты, потому что у тебя там остановится устройка. Что с этим делать? Ну, наверное, ты выберешь первое. Пойдешь ли ты до конца по особому обстоятельству? Вопрос. Потому что тоже есть определенные риски, репутационные, либо еще какие-то, которые связаны. Вот это, ну, как бы, реальность жизни. Как это работает? Ну, если у тебя нет, наверное, особого обстоятельства, которое было выплачено быстро, тоже не буду говорить как, но это вот химкинский лес. Ну, наверное, есть как бы понимание, как это. Поэтому здесь вопрос, он достаточно такой, сложный. То есть, поэтому механизм платежей, вроде бы, является таким... Особое обстоятельство является механизмом управления контрактом, потому что тебе нужно заложить некие вещи, которые помогут тебе в будущем договориться или передоговориться. Потому что, там, вот, давайте, там, правду из глаза смотреть, там, количество доп. соглашений, которое может быть на момент, там, допустим, в месяц после коммерческого закрытия, он может, там, доходить до 10. Ну, это практика жизни, потому что что-то меняется, тебе нужно договориться. Да. Потому что нет вот такого, нет типового, вот, решения, такого, что у тебя есть типовой контракт, который работает, но нет, проект очень удобный. Вот, ну, дальше. Если есть вопросы, могу оставить свои контакты. Отлично. Обращайся. Спасибо. Спасибо.